Привет! Удивительный фильм я посмотрел на Париж. Он меня удивил. Первое. Плодотворная идея. Победа, весна, желание героев-победителей прокатиться в Париж на трофейном авто. По мне так это отличная завязка для хорошей комедии или траги-комедии. Сейчас это не важно. Второе. Отличный актерский состав. Прекрасные играющие, красивые, талантливые артисты. Наблюдать за ними одно удовольствие. Почти за всеми. Третье. Прекрасная операторская работа. Отличные кадры. Прекрасная атмосфера внутри кадра. Четвертое. Отличные художники-постановщики. Гримеры. Костюмеры. В общем почти все. На этом с хорошим закончили. Теперь о плохом. Сценарий и постановка. Благо режиссер соавтор сценария. Посему нельзя сказать, что режиссер не так снял прекрасный сценарий. Ну или наоборот. Некоторые русские режиссеры самые большие русофобы в мире. По их мнению русские умеют только пить и тупить. Все приключения по дороге в Париж это пьянство и природа. И все. Ну проститутки в конце. Русские такие фантазеры. Наполненность событиями фильма продолжительностью 1 час 40 минут нулевая. То есть есть идея. Атмосфера понятна. Ну почти понятна. А в чем приключения? Они едут и... и... и пьют? Ладно, едут и пьют. А потом к проституткам. Я понимаю, что так вполне могло быть. Но нельзя же снимать кино по всем событиям, которые могли бы быть. Я еду на дачу, у меня лопает колесо, я час с ним вожусь, потом приезжаю на дачу. Могло такое быть? Могло. Надо ли снимать такое кино? Не уверен. Зритель требует внимания. Я требую внимания. Не выплеска на него ваших комплексов видений и видений. А чего-то интересного, увлекательного, приключений, юмора, интеллекта, идей. Даже если фильм сложный, это тоже развлечение. Я думаю, я рассуждаю, критикую, спорю, не соглашаюсь. И это развлечение. Но нельзя показывать пустую красивую коробку 1 час 40 минут за 430 рублей, заметьте. А потом ждать добрых слов. Фильм на Париж либо следовало сократить до 25 минут, либо придумывать приключения на 1 час 40. А пока что этот черт знает что. И еще про высокую художественность скажу. Идите вы в жопу со своей художественностью. Вот последний кадр. Герой Певцова едет на трофейном мерседесе жениться на одной из девушек, которая зачем-то заговорила по-французски. В машине кроме него сослуживцы зачем-то в русских народных костюмах. Ну ладно, пес с ним символизм, художественное воплощение главной идеи и все такое. Но едут они вдоль рядом монашек или медсестер, хрен их поймешь, которые почему-то стоят с голыми жопами. Это что я вас спрашиваю? Что значит монашка с голой жопой? Я знаю, как будет выглядеть ад русского режиссера. Вы пофантазируйте на эту тему и подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, делитесь этим видео в соц сетях и будьте счастливы! Пока! Символизм!